Вроде ветер встречает, то ли вон там, загрустила что-то баба еган. Этот спектакль уже классика и не опять, а вновь в постановке режиссера Павла Маринича в детской премьере, которую оценят и взрослые тоже, а много песен, музыки, танцев, красок. На сцене Полейского драматического «Бабки-ежки» отправятся спасать сказку уже во второй раз. После долгого перерыва спектакль возвращается в репертуар. У нас все персонажи добрые, у нас все персонажи милые, хорошие, несмотря на то, что это «Бабки-ежки», красивые. Несмотря на то, что это «Бабки-ежки», но они мечтают о том, чтобы сказка возродилась, потому что, к сожалению, в нашем прагматичном мире мы забываем о каких-то чудесах, волшебстве, только в Новый год их вспоминаем. Театр начинается с вешалки, погружение артистов в образ с ярких костюмов, под стать к красочному спектаклю. Зритель будет увлечен картинкой и приключениями главных героев. За всю историю службы в театре впервые я играю в «Баб-ягу». Обычно ведьма, ведьма, тут баб-ежка. Ну, это интересно, интересная работа, интересный труд. Ну, обычно вот три баб-яги, должны быть все разные. Это и создает сложность, чтобы быть не похожа на свою партнершу. Да, это такая баба-яга, которой нужно было так поискать, поискать. В спектакле зрителям расскажут о том, что старые добрые персонажи делают в современной жизни. Бабки-ежки и кощей бессмертных дошли до наших дней, уже уставшие, заскучавшие. Ведь у них сказочных событий давно не было. Они сказку решили придумать сами. Качай бессмерт! Прошли свою долгие! Затемлился! Вызываю бессмерт. Я как будто и не выходил из образа. Потому что у меня и сказки в сказку, и сказки в сказку. Я с удовольствием сыграл эту роль. Хотя и не хотел, чтобы она окаменевала, чтобы у них был хэппи-энд. Но ты подыграл. Немножечко подыграл. Сложно было найти голос, его зафиксировать, его держать. Потому что со временем репетиции он немного подседает. Он меняется. И думаешь, что как я сейчас вообще звучу. Как баба и гайли, как котик. Премьерный спектакль показывает, что сказки могут быть не только поучительными, но и веселыми. Новая постановка стала подарком для зрителей к окончанию театрального сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова